Видеокамера на входной двери подъезда с божьим промыслом заодно помогли полураскаившемуся грешнику Вячеславу Лисицыну сойти с порочной стези на праведную. 36-летний нижнетагильский рецидивист два года оббирал доверчивых стариков до нитки, выдавая себя за полицейского, изымающего деньги в поисках фальшивок. Мошенник из Тагилстроевского района утверждает, что в последнее время он частенько якобы наведывался в божий храм и подолгу вел душеспасительные беседы со священником. О том, чтобы самому прийти в полицию, рецидивист даже не думал, вероятно полагая, что это не по понятиям. Я хотел завязать. Давай, давай, я спрашиваю, что не дало. Вы же не пришли с повинной, не сказали, что я вот обманывал пенсионеров. А кто это с повинной? А кто с повинной подел? Нет, ну говорите, что хотел завязать. Я ходил в церковь даже, потому что я грехи свои делаю. С освящением. Забирали у пенсионеров деньги, потом ходили отпускать грехи? Я не забирал. Я сам не отдал. Неделю назад неуловимый обманщик стариков с липовой красной корочкой в кармане попал под прицел уличной видеокамеры, когда наведался в многоэтажку на улице Циолковского. Из квартиры 86-летнего пенсионера Лисицын в то утро унес 60 тысяч, которые старик откладывал на черный день. На этот раз жильцы дома не облажались и вовремя позвонили в полицию. Отдел полиции 18. Ставший оперативный дюжинный мурал, слушаю вас. Да, да, да. Адресом наведи, пожалуйста. Кто знает, может быть, мошенник и на этот раз ускользнул бы от возмездия. А такое он за два года проделывал в добрую дюжину раз. Но всевидящая судьба, разбуженная мартовской утепелью, на этот раз не дремала. Убедительные граждане установили на подъезде видеонаблюдение с целью обезопасить себя от преступных действий. В дальнейшем эта видеозапись была приобщена к материалам уголовного дела. И в ходе оперативно-розыскных мероприятий указан человек был... Его личность была удостоверена, и он был впоследствии задержан. Лисицын утверждает, что действовал он якобы в одиночку и наугад. В полиции думают иначе. У мошенника, вероятно, был наводчик. Именно он сообщал рецидивисту, в какой магазин или аптеку накануне ходила его будущая жертва. А дальше все происходило по давно расписанному сценарию. Звонок в дверь, незнакомец порога, совал под нос под слеповатым старикам красную книжицу. И сообщал о том, что он из полиции. Утверждая, что старик или старушка на медни расплатились в аптеке или продмаге липовой денежкой. Для честных, доверчивых тагильских пенсионеров подобное подозрение выглядело смертеподобным обвинением. И чтобы доказать свою честность, они, не раздумывая, вытаскивали из потайных уголков и узелков всю свою наличку. Прибереженную ради последнего дня в их жизни. На гроб, на крест и на поминки. Со словами, дескать, без экспертизы подлинность купюр не разобрать, Лисицын забирал деньги и не рубли десятки, а порой и сотню тысяч и уходил. Взволнованные старики лишь позже вспоминали, что даже расписку псевдополицейский им не оставил. Из-за возраста и эмоционального потрясения старички даже приметы незнакомца описать точно не могли. Похищенные деньги, которые честным тагильским пролетариям ладони бы насквозь прожгли, Лисицын тащил в свое логово на красном камне. Там его ожидала женщина с тремя малыми детьми. Мошенник, надо сказать, не жадничал. И на чужие соцсбережения устраивал семейный быт по своему разумению. Кстати, в прошлом году за побои Лисицын схлопотал два месяца исправ работ. А за год до того, после очередной отсидки за кражу, вышел из колонии. Новая тюремная ходка не обещает быстротечности. В ближайшие лет шесть недораскаившемуся грешнику молиться придется в церкви, в которую прихожан водят под конвоем.